МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И мы долго думали, ну как мы, я долго думал, как бы, ребят, проверить в этих рамках. И пришла такая идея. У каждого человека, вернее, у каждого государства на этой планете есть национальное блюдо и есть национальная музыка. Я сейчас предлагаю вам смотреть на экран и по открыткам попытаться отгадать, что это за блюдо и какой стране принадлежит. У вас две подсказки, получается. Видео, вернее, фото-подсказка и звонок музыкальный. Звонок какому-нибудь иностранному другу, наверное, да? У тебя должны быть в Таиланде какие-то, друзья, остаться. Готовы? Итак, внимание на экран. Первая фотоподсказка. Я думаю, можно даже сразу музыку. Это Узбекистан. Узбекский плов. Это, да, шикарнейший плов только в Узбекистане. Но узбекский плов... Он не только в Узбекистане, но вообще у многих народов. Национальное блюдо. У многих народов, да, плов. Вот вы знаете, кстати, чем отличается узбекский плов от азербайджанского плова? Изюм. Нет. Зира. Барбарис. Туда кладут. Есть. Я могу ошибаться, но... Руками или вилкой? Я однажды был в азербайджанском ресторане и пробовал там плов. Так вот, плов в Узбекистане готовят все вместе. Рис, морковь, чеснок, лук, мясо, да? Все вместе в одном казане. А в Азербайджане готовят отдельно рис и отдельно овощи. И уже перед подачей на стол смешивают. Интересно. Так. Это же... Рагу. Нет? Ну, тушеное мясо. Да. Овощами. Это рагу и, соответственно, страна... Это Ирландия. Ирландия, да. А рагу это вообще ирландское, да, блюдо? Ирландское национальное блюдо. Я хоть сейчас узнаю. Серьезно. Рагу. Надо хоть в нашей столовой сказать, что это не ирландское блюдо. Смотрите, какое рагу. Если закрученное, то... Ирландское. Национальные северные. Если прямое, значит, муж в командировке. Продолжаем изучать географию нашей планеты по национальным блюдам. Третья фотооткрытка. Сейчас декабрь должен отгадать первым. Зачем ты подсказал им? Это, ну, это Таиланд, наверное, да? Да. Это Таиланд. Это Таиланд. Одно из самых распространенных блюд в Таиланде. Это рис с яйцом. Сказал. Он не так. Но там практически весь рис с яйцом. Он подразделяется... Он подразделяется... Ну, нет, вообще-то нет, не весь. Я бы сказала вам, что и вы едите такая же. В основном в меню рис либо с морепродуктами, либо с курицей, либо с мясом. Либо просто с овощами. И когда рис подают, ну, он весь с овощами. То есть у него просто так, я не видел, что прям вот голый рис. Он весь с кукурузой, со всякими этими привомбасами. И чаще всего с яйцом. Ну, просто так, как у нас картошку едят, у них едят рис. Потому что главный гарнир в Таиланде – это рис с яйцом. И картошка у них невкусная. Дальше идем. Да, кстати. Дальше. Фотоподсказка и музыкальное сопровождение. Это хачапури? Нет. Нет, нет, нет. Это же пирог какой-то, да? Это имеет форму рыбы, да. Ваша задача – страну отгадать. Сейчас. Ну, песня-то какая-то. Европа. Европа, да? В Молдове, Белоруссии. Вы что, вспоминайте, это же… Польша. Нет. Белый флаг с голубым крестом. Финляндия? А, это финское что-то. Это исключительно финское блюдо. Ни в одной другой стране, даже соседней, типа Норвегии или Швеции. Ничего похожего? Это блюдо не встречается. Это называется паштет из рыбы калакукка. А, ну, видимо, это… Сверху тесто, внутри паштет? Да, а внутри переработанная рыба. Типа, как пирог такой. В виде пасты, да. Отходы от рыбы, как говорят. Калакукка. Если, опять же, верить интернету, ни в одной другой стране мира это блюдо не встречается. Обычно же повторяются, кстати, в странах. Исключительно финский деликатес. Запомните, паштет из рыбы калакукка. Будете в Финляндии, попробуйте. Ну, и последнее испытание для вас. Это для меня было откровением. Я ни разу не пробовал. Ну-ка. Даже логично сложно было представить. А крошка, что ли? Ну, это Греция, да? Это близко к Греции. Близко к Балканам. А Сербия? Тепло. Рядом вот прям скачет. Венгрия. Это, знаете, в свое время перестроечное, когда этот коньяк только появился на прилавках, его так и запомнили. Вот есть, например, Франция, это Ницца, да, лазунный берег, там, кто она, Сантропе. Вот у этой страны прям вот так даже название алкогольного напитка, коньяка. Брэнди, вернее, он называется, правильно. Причем в названии прям есть слово берег бряк. Болгария. Конечно, болгарский, болгария. Слычев бряк, неужели я не помню, что я вообще не знаю. Слычев бряк. Слушай, а что за блюдо-то это из Болгарии? Это болгарский суп, внимание, из йогурта со свежим огурцом. Если все остальные, до этого блюда как-то можно было себе представить и плов, и рагу, и пилат, и даже рис с яйцом в Таиланде. Но вот болгарский суп из йогурта. Мне кажется, это вот как окрошка на кефире. Возможно. Ну, йогурты, они же бывают такие, не которые, прям со вкусом каким-то, а которые как кефирчик. Это, наверное, типа того. На самом деле, если бы ты мне задал вопрос, я бы тебе помог с Таиландским блюдом. Там вот очень похожий суп, такой белый. Он называется... Как же он? Чи. Не-не-не-не. Смотрите, мы начинаем уменьшить. Это же синий, синий, синий. Не суть, как называется, он такой же белый. Он готовится из кокосового молока. И самое интересное, что когда кушаешь суп, ешь только вот эту вот жижечку и морепродукты, которые там встречаются. Но наши туристы, по-незнанке, они, как правило, все съедают. И на них тайцы вот так смотрят, как они вот эту траву, которая там на дне. Они едаются, они говорят, ну ладно. В общем, мы много говорили о еде, пора уже, мне кажется, готовить что-то. Но готовить будем не мы, а Настя Щербакова и Иван Вебер. Прямо сейчас программа «Двое на кухне». Прямо сейчас программа «Двое на кухне».